Восемь вечера в Украине. Пора вам узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. Смертельно опасный протест. Надежда Савченко объявила сухую голодовку. Цена свободы. Украине удалось вызволить из плена известную журналистку. Игры сознания. Арестованный Азовец ушел от предъявления обвинения в глубокий обморок. Слет нормандской четверки. Приблизит ли мир в Украине встреча в Париже? Ответить за награбленное. Калядник из госслужбы экспортного контроля все-таки предстанет перед судом. Украинскую журналистку из Луганска Марию Варфоломееву освободили из плена. Об этом на своей странице в фейсбуке первым сообщил Петр Порошенко. Президент написал, что лично связался с Марией, восхитился ее мужеством и пообещал, что будет продолжать делать все возможное, чтобы освободить всех украинских пленных. Как проходил этот очень непростой обмен? Со всеми подробностями. Геннадий Вивденко. Он пришел воевать с украинцами еще полтора года назад. Попал в плен. Российская федерация, россияне. Скажите, за что вы были осуждены? Введение агрессивной войны. Вы признали свою вину? Да. Ему всего 20. Сам из Анапы, Краснодарского края. О том, что совершил здесь, не жалеет. Получил в Украине 11 лет заключения. В машине СБУ еще один человек для обмена. Жительница Луганской области. Она общаться не захотела. Выдыхай. Поздравляю. Спасибо. Количественный обмен в пользу боевиков. Двое на одну. Марию Варфоломееву. Ее сразу по телефону поздравляет президент Петр Порошенко. Я очень счастлива, что это все на самом деле со мной, что это все не сон, что это все происходит на самом деле. Украина переможет. Поздравил меня с освобождением. Пожелал. Ой, сейчас они не знаю. Я так вообще счастлива, что ничего не изображаю. В общем, все хорошо. Она работала журналистом в Луганске, снимала для газеты повседневную жизнь на улицах оккупированного города до января прошлого года. Затем арест. Варфоломееву обвинили в корректировке огня. Причем обстрел этот произошел только через две недели. Освобождали Марию больше года. Была категоричная позиция с начала другой стороны, что они даже не включали Марию до списка. Высунули условию, что должна быть передана на другую территорию человеку, которая гражданином Российской Федерации. Президент Украины помиловал эту человеку, засудженную на 11 лет, за то, что он совершил злочины против территориальной целостности Украины, для освобождения нашего журналаста. Каждый обмен на себя один на один не схожий. На данный момент было очень тяжело. Слава Богу, этот процесс отбился. Только в камере одиночки Мария провела более полугода. Заметно похудела. В Киеве она пройдет реабилитацию. Я уже отвыкла от нормальной жизни. Я отвыкла от, не знаю, быть человеком. Я хочу уже чем-то заниматься, чем-то себя применять. Мария снова встретит свой день рождения в семейном кругу. Ее личный праздник. Совсем рядом 9 марта. За последние две недели освобождены из плена 8 украинских заложников. Но в плену остаются еще 129. Геннадий Евденко, Владленн Ноль, Василий Сачук. Подробности телеканал Интер из Луганской области. Теперь последние новости о самой известной украинской пленнице. Суд над Надеждой Савченко заканчивать не спешат. Сегодня нашу соотечественницу лишили последнего слова. Как на это отреагировала сама Надежда? Все подробности у Данила Русакова. Я оголошу сухую голодовку с завтрашнего дня. И что мне дадут сказать вам самое слово сегодня? Именно так Надежда Савченко отреагировала на решение местной Фемиды лишить ее возможности произнести сегодня свою последнюю речь. Заседание переносит на 9 марта. В прениях приняли участие только адвокаты. Они напомнили о доказательствах невиновности своей подзащитной. Слушать защитников не хотели. Суд, я вас попрошу так. Я не считаю, что меня в этом зале должны только оболгать прокуроры. Вы не хотели этого видеть в свое время. Мы вам показывали. Я вам предлагала в этой вот повязке самоуборона Майдана провести эксперимент, что я могла видеть. Покажите мне белый и черный лист, я вам скажу какой, с завязанными глазами. Вы не хотели этого слышать и видеть полгода. По словам защиты, в уголовном деле есть неоспоримые доказательства Али Бесавченко. И они были приобщены с самим следователем. Это видео сделанное, кстати, боевиками. Экспертиза показала, летчицу взяли в плен за несколько часов до гибели сотрудников ВГТРК. А вот биллинг телефонов, произведенный украинскими специалистами, судьи рассматривать не стали. Вы не говорите про телефон. Вы не провели ни экспертизу на территории Украины. Вспомнили адвокаты и срок, который запросили прокурору. 23 года колонии общего режима. Гособвинение запросило Адая Савченко 23 года. Мало, требовало 30. Знаете, честно говоря, неинтересно. Было бы 25, ничего бы не изменилось. До 9 марта остается еще 6 дней. И все это время Надежда не будет принимать пищу и воду. Первая трудная ночь для украинской пленницы уже началась. Сейчас Надежда находится в нескольких десятках километров отсюда, на территории Новочеркасского СИЗО. В одиночной камере на сухой голодовке. Из Ростовской области России Данил Русаков и Олег Неведомский. Московское бюро. Телеканала Интер. А в Украине никак не могут осудить реальных врагов страны. Очередное заседание по делу Евгения Ерофеева и Александра Александрова опять перенесли. Что помешало на этот раз провести заседание? И почему прокуратура настаивает на его ведении без присутствия подозреваемых? Все расскажет Егор Логинов. Заседание началось без Ерофеева и Александрова. Почему их не доставили в суд, стало понятно из письма начальника конвоя. Сторона обвинения подтвердила. Информацию о нападении на конвой Генпрокуратура получила из оперативных источников. И предложила свой вариант развития событий. Адвокаты российских грушников против такого формата. Они потребовали доказательств информации о нападении на конвой и заявили. Документы о согласовании правовой позиции, которые они передали своим подзащитным, изъяли работники СИЗО. Видеоконференция в данном случае, которую просит орган обвинения, спростить их проведение тиска безпосредственно на Ерофеева и Александрова в камере. Потому что в помещении Голосильского, на суде города Киева, все же таки берут участие охранники. И мы можем поспілкуваться. Быть или не быть видеоконференцией, узнаем на следующем заседании 9 марта. По закону, такой формат возможен только при согласии Ерофеева и Александрова. Егор Логинов, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Не откладывают в долгий ящик наказание за действия на востоке Украины в США. Вашингтон продлил еще на год санкции против России. Чего и кого касаются ограничения, и как уже отреагировала Москва, с подробностями наш сапкор Тихон Зятко. Президент США Барак Обама своим указом продлил на год санкции, которые Белый дом вел в отношении России два года назад. Во время так называемого референдума в Крыму и аннексии полуострова. Сообщение об этом появилось на сайте Белого дома. В нем говорится, что Россия продолжает предпринимать действия, угрожающие стабильности и суверенитету Украины. Что несет угрозу нацбезопасности и внешней политике США. А потому санкции должны быть продлены. Напомню, первые санкции Вашингтона против Москвы были введены в середине марта 2014 года. В санкционный список вошли ряд российских и крымских чиновников, крупные российские бизнесмены. Через несколько месяцев туда же попали крупные компании, ведущие бизнес в Крыму и ряд людей, имеющих отношение к событиям на востоке Украины. В свою очередь, американским компаниям запретили работать на полуострове. На продление санкций ожидаемо отреагировали в Москве. Пресс-секретарь российского президента Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле новости об их продлении восприняли с сожалением. В Вашингтоне продолжают с беспокойностью следить за событиями в Украине. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Приблизить мир на востоке Украины стараются министры иностранных дел стран нормандской четверки. Сегодня они собрались в Париже. Чего ждать от саммита и какие заявления уже прозвучали, все спросим у Татьяны Лагуновой, моя коллега с нами на связи. Таня, я приветствую. Началась ли уже встреча министров и что тебе известно на эту минуту? Прошу. Да, Алексей, встреча началась буквально полчаса назад. Это уже своего рода традиция. Дипломаты нормандской четверки назначают переговоры на вечер и часто поздний. Проходят они в здании Министерства иностранных дел Франции. В этот раз четверка встречается в обновленном составе. Францию представляет новоназначенный министр иностранных дел Жан-Мар Кайро. Это он пригласил коллег из Украины Павла Климкина, России Сергея Лаврова и Германии Франка Вальтера Штайнмайера в Париже. Ну, главная тема встречи неизменно уже много месяцев. Это выполнение минских договоренностей, которые все никак не выполняются. Дипломаты будут обсуждать полное прекращение огня на Донбассе, освобождение заложников и проведение выборов на оккупированных территориях. Что могу сказать еще накануне встречи? Немецкий министр иностранных дел Франк Вальтер Штайнмайер заявил, он надеется, что голосование состоится уже в первой половине этого года. Ну, еще сказал, что на встрече в Париже могут быть сделаны решительные шаги. Произойдет это или нет, скорее всего, мы узнаем уже поздней ночью, поскольку переговоры явно затянутся на несколько часов. Ну, а после завершения встречи министры пообещали выйти к журналистам и рассказать, о чем им удалось договориться, а о чем нет. Алексей? Ну, будем надеяться, Таня, что действительно о решительных шагах они что-то нам доскажут и придумают новые планы по урегулированию ситуации на Востоке. Спасибо, коллега, это была Татьяна Лагунова из Парижа, там сегодня собрались министры иностранных дел стран формата нормандской четверки. Унесенный из зала суда, обвиняемому в спионаже и незаконном обращении с оружием АЗОВцу Станиславу Краснову, сегодня избрали меру пресечения, но сам подозреваемый до конца процесса не досидел. Почему, где он сейчас, арестуют Краснова или нет, все нам расскажет Ярослав Кречко. Вчера его увезли лечиться в стационар, сегодня Краснов снова самостоятельно пришел в суд. Здоровье АЗОВца первое, о чем говорят в зале заседаний. Подозреваемый уверяет, врачи отказываются его госпитализировать. Они мне ставят диагнозы, говорят, что действительно есть струс, они про это пишут, и не только струс, ушкоджение внутренних органов, разрыв связок на НЗИ, это однозначно для госпитализации достаточно, но они все говорят, что они очень боятся госпитализовать, потому что на них на всех есть. Он появился в суд. Никто его приводом в суд не тянет, он приходит сам. Есть определенная доверия, я считаю, что высловы Краснова есть больше. Адвокаты настаивают на срочной судмедэкспертизе Краснова. Прокуроры уверяют, для этого уже давно все готово в соответствующем Киевском бюро. Было бы желание. Суд решает сначала меропресечения, а потом экспертиза. И зачитывает ходатайство прокуроров в отношении АЗОВца. Обвинение просит арест или залог в 20 миллионов гривен. Все это по статье «Незаконное обращение с оружием». Защита не против залога на другую сумму, в 20 минимальных зарплат. Или просит отдать Краснова на поруки нардепам. Судья уходит в совещательную комнату и буквально сразу сотрудники СБУ оглашают АЗОВцу новое подозрение. В нем уже статья «Терроризм». Краснов теряет сознание, а его группа поддержки вырывает документ у следователя. В суд вызывают скорую, но не дождавшись ее. Соратники Краснова несут его на улицу и грузят в легковую машину. Она уезжает, а за счета и обвинения спорят о процессуальных деталях. Дослушал Краснов уведомление или нет. Ходатайство рассыпалось. И надо было чем-то крепиться. Вот он человек. Возьмите у него интервью, пожалуйста. Чего он пришел сюда? Новую подозру. Уголошено. Складено. Товручено. На лишнем чину поведомлено. Спустя два часа суд выносит постановление взять Краснова под круглосуточный домашний арест. Надеть браслет, а также провести судмедэкспертизу. Подозреваемый в это время уже был в реанимации частной клиники. Ярослав Кречко, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. Краснову вручили подозрения в терроризме и госизмене. Это позже разъяснили в службе безопасности. А также рассекретили имя куратора Азовца. Это сотрудник главного разведуправления России Константин Голоскоков. В СБУ говорят, Краснов был агентом ГРУ с 2013 года. Доказательства тому телефонные разговоры и переписка. Последнюю нашли в компьютере Азовца во время обыска у него дома. Накануне задержания куратор описал место схрона с оружием и даже прислал карту, где находится объект. Пан Краснов постоянно контактует с Константином Голоскоковым, используя при этом конфиденционные средства и способи связки. Константин Голоскоков работает под прикрытием так называемого антифашистского движения «Наши», который, за нашими данными, очень активно используется российскими спецслужбами для совершения антиукраинской деятельности и деятельности на шкоду другим государствам. И вот отрывок телефонного разговора Азовца со своим куратором состоялся он в апреле 2014. В нем ГРУшник Голоскоков фактически признает свою причастность к российским агентурным сетям в Украине. Послушайте. Я звонил, я там новость просто прочитал, интересно очень. На Украинете в разделе «Харьков» написано самое новое, что в Харькове задержали, СБУ задержало какого-то гражданина Ка, который в апреле прошлого года в Симферополе был завербован ГРУшниками, ССБшниками для введения правильной деятельности в Харькове. Понял. Ну, хорошо. Нет, там у меня потерь нет. История с Красновым, его обмороком, не закончилась. Ближе к вечеру у нас появилась информация, что правоохранители все же решили арестовать Азовца и отправились для этого в одну из частных клиник за ним. Проверить данные мы попросили мою коллегу Ольгу Рыцарь. Оля, приветствую. Что тебе удалось узнать? Информация об аресте Краснова подтвердилась или нет? Да, Алексей, добрый вечер. Станислава Краснова после суда направили в реанимацию одной из частных клиник. Также по информации сюда же, по информации некоторых депутатов, должны были приехать и бойцы Альфа, чтобы его арестовать. Но мы тоже на месте события. И сейчас здесь все спокойно. И информация об аресте не подтвердилась. Что касается Краснова, здесь его осмотрели медики и направили на госпитализацию в государственную клинику. Какой именно у него диагноз врачи отказываются комментировать, известно только, что он в сознании. На основе этого медичного решения после обследования будут вести госпитализовать в третью лекарню. Сейчас, да, согласно медичного решения, а не там какой-то службы или суду его доставляют в третью лекарню. И как дальше будут развертаться события? Ну а вместе с Красновым в больницу отправились также его адвокаты. Некоторые депутаты говорят, что будут дежурить в больнице всю ночь в случае, если все-таки Краснова попытаются арестовать. Это у меня пока что все новости. Алексей. Спасибо за оперативную информацию. На связи с подробностями была Ольга Рыцарь. Прокуратура уже передает материалы своих уголовных производств в Государственному бюро расследований. Такое решение вынес высшеспециализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Согласно закону о создании Госбюро расследований, с 1 марта следователи Генпрокуратуры теряют свои полномочия. Однако новый орган полноценно вести расследование еще не может, пока не сформирован его штат. Ждут претендентов от парламента. Напомню, Госбюро будет расследовать уголовное производство, в которых фигурируют правоохранители, судьи и чиновники высшего ранга. Один из таких чиновников высшего ранга, взяточник, предстанет перед судом. Зам. директора Департамента госслужбы экспортного контроля Сергея Головатова обвинили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. 250 тысяч долларов. Об этом сообщил антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий. По его словам, Головатый получил деньги за выдачу разрешения предприятию «Мотор-деталь-конотоп» на экспорт товаров и военного и двойного назначения. И вот, что ему теперь за это грозит. Напомню, Сергея Головатого поймали на горячем во время получения части взятки в декабре прошлого года. До судебное расследование длилось около трех месяцев. Все это время он был отстранен от работы, а на имущество чиновника наложен арест. Изначально Головатому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Но уже через два дня суд освободил его под залог. Три с половиной миллиона гривен за задержанного нашлись у его знакомых. И это не все новости этого дня, скандалы и расследования. Смотрите во второй части подробностей. Принудительное голодание. В регионах заговорили о критической ситуации с финансированием медицины. Местные чиновники ломают голову, где найти средства, чтобы медработники не остались без зарплаты. Почему возникла такая ситуация и как планируют ее решать и кто решать будет, разбирались наши корреспонденты. Чернопольская городская больница. Здесь около 350 медработников. Зарплата медиков, как врачей, так и медсестер не превышает 2000 гривен. Однако главврач больницы не уверен, удастся ли выплачивать даже эти небольшие деньги. Объясняет, получили из госбюджета фиксированную сумму, которой не хватает, чтобы покрыть все расходы. Зимой значительно подорожало отопление и, соответственно, увеличилась эта статья расходов. В результате образовался дефицит в фонде заработной платы. Не хватает минимум полутора миллионов гривен. А это зарплата за два месяца. На сегодняшний день уже прошло только два месяца и у нас уже выникла проблема с заборгованностью заработной платы. В зимовые периоды идут кошты больше на опаление. В соответствии, падает заработная плата, мы не можем забезпечить. И это приводит к тому, что уже на первых двух месяцев у нас уже выникал дефицит коштей, который будет только накопичиваться. Надежда работает старшей медсестрой. На 2000 гривен ее зарплаты выживают вдвоем с дочерью-студенткой. Деньги за февраль пока не получала. Женщина волнуется, что начислят меньше обычного. Урежут ставку из-за отсутствия средств. Проблема в том, что мы слышали, и очень переживали, что будет заработка в зарплате. Потому что тут очень важные деньги. Для меня лично, я так говорю за себя, для меня лично это очень важные деньги. И поэтому каждый минус каких-то процентов, это очень важно, скажем, на вашем бюджете. В отделе здравоохранения Тернопольского горсовета говорят, из-за бюджетного недофинансирования пострадает медперсонал всех городских больниц. На заработную плату по наших подраконкам нам не будет встать. Двухмесячный фонд оплаты праицы, это больше 18 миллионов. Уже с начала года склалась такая критическая ситуация. За лютий месяц заборгонность такая склала почти 1 миллион 300 гривен. Почему возникла такая ситуация, пытаемся выяснить в городском совете. Чиновники уверены, это вина Министерства финансов. Именно там, сознательно или нет, но неправильно рассчитали потребности регионов. И выделили значительно меньше, чем необходимо. Депутаты на сессии Тернопольского горсовета сегодня проголосовали за вынуждение. Известные изменения в городском бюджете. Сэкономить на благоустройстве города, чтобы не урезать и без того маленькую зарплату медработникам. И намерены требовать от Кабмина пересчитать размер субвенций. Однако еще в начале года замминистра здравоохранения Игорь Перегинец предупреждал, субвенции уменьшили на 5% и рассчитывают, что в регионах сами найдут способы сэкономить. Как вариант, чиновник предложил сократить количество койко-мест в больницах. Катерина Марченко, Жанна Дучак, Максим Кирилев. Подробности телеканал Интер Тернополь. Ну а тем, у кого деньги еще вводятся, Нацбанк приготовил небольшой подарок. Повысил лимит на продажу валюты вдвое. С 5 марта ее можно будет купить максимум на 6 тысяч гривен в сутки. Также повышен лимит на снятие валюты с депозитов. А в национальной валюте также произошло увеличение вот этой маржи с 300 тысяч до полумиллиона гривен. Такие решения грунтуются на сигналах, которые свидетельствуют про поступовое восстановление доверия до банковского сектора и стабилизации валютного рынка. Мы видим впевненное взросление обсягу депозитов. Населенное продолжает продавать больше валюты банкам, чем купит у них. Отдельно Валерия Гонтарева признала, что сотрудничество с МВФ восстанавливается очень медленно. Это имеет негативные последствия для экономики страны. Почему международные кредиторы не стремятся активно сотрудничать с нашей страной, объяснили уже в самом фонде. Там говорят, ожидают прояснения ситуации вокруг правительства Украины и устойчивости парламентской коалиции. Хотя до устойчивой этой будущей коалиции пока еще далеко. Там только недовольные. Лидер радикалов Олег Лешко теперь жалуется, что с ним не говорят о создании большинства. Об этом заявил журналистам после съезда партии. По словам Лешко, за последнюю неделю у него ни с кем не было переговоров. И он сделал вывод, что никто не хочет решать политический кризис в стране. Ранее, напомню, Лешко высказывал мнение, что коалиция Европейская Украина уже прекратила свое существование. Вопрос переформатирования большинства и деталей внеочередного заседания парламента завтра планирует обсудить президент с фракцией БПП. Такая новость появилась на сайте информагентства РБК. Но уже ближе к вечеру в пресс-службе блока Петра Порошенко заявили, информация о заседании фракции при участии главы государства не соответствует действительности. Но украинцы, похоже, ждут не только нового большинства в Раде. Более 80% жителей Украины недовольны работой правительства. Таковы результаты опроса Центра социсследований «София». Его проводили во всех областях, кроме оккупированных территорий. А вот что касается возможных перевыборов в Раду, то настроения избирателей, согласно соцопросу, выглядят так. За блок Петра Порошенко проголосовали бы 10,3% респондентов. На втором месте оппозиционный блок. За него тоже отдали бы голоса более 10% опрошенных. Батькивщину поддержали бы 9%, на полпроцента меньше электоральных симпатий у самопомичи. И более 5% пока набирает радикальная партия. Апелляционный суд снова перенес заседание по делу Геннадия Корба. На этот раз на 11 марта. Решили отложить рассмотрение жалобы по просьбе адвокатов. Один из них, Александр Мирошник, не смог прийти на слушание по состоянию здоровья. А он как раз и подавал эту апелляцию. Защита требует отпустить Корбана на свободу. И таким образом отменить решение Днепровского суда о его аресте до 15 апреля. Во время сегодняшнего заседания, судьи решили приобщить к материалам дела справку о состоянии здоровья Корбана. Его госпитализировали еще на прошлой неделе, куда именно адвокаты не рассказывают. Сам же Корбан о своем самочувствии говорит неохотно. Я ж не себя почиваю, достану здоровья. Терпимый. Терпимый? Вам какую-то медичную допомогу надают? Надают, да. А чему у вас рука переработана? Это после капельницы. Он находится в медицинском закладе госпитализованном. И происходит соответствующее лечение. И он держится в этой государственной установке под охраной, как на условиях удержания эпидемии. И его в эту государственную установку переводила Служба безопасности Украины, забезпечивала выполнение. И Генеральная прокуратура. Они выбрали этот заклад. Массовый морепадеж среди ривненских правоохранителей. Тут причину этой эпидемии угадать в принципе не сложно. Болезни стали косить руководители ведомств после начала переаттестации. Помогут ли больничные пересидеть люстрацию, выясняла Инна Белецкая. Его ждут на собеседовании. Он начальник областного УБЭП, который напрямую подчиняется министерству. И призван решать самые болезненные проблемы области. И горный бизнес, незаконную торговлю валютой. И, конечно же, янтарный промысел. В последнее время мы видим много, как извиняются, что прекращают незаконный вид поток бурштину. Сколько помп получают. Но в результате, насколько известно, как были они на полиции, так и годуют. Может, это только для выбранных позволяет там работать. Вячеслав Евтений должен был прийти на аттестацию. Но вместо самого начальника, члены комиссии увидели справку. Заболел. До нас на співбесіду появился керівник ДСБС и его два заступники. Евтений сразу передав довідку. На самом ли деле Евтений болен, члены аттестационной комиссии решили выяснить сами. Полицейского нашли, но не в больнице, а в рабочем кабинете. Это видео на своей странице в социальной сети разместил один из представителей комиссии Дмитрий Ленько. Я не плачусь, я захворил и говорю вам, что я зашел забрати свои вещи. Поскольку я легарный стационар, за рамку я был в лекарню, а сейчас я подъехал забрати вещи. Это у вас бриллианты? Это не бриллианты, это кольцо. Там бриллианты, да? Это просто кольцо. Интересно, что накануне аттестации заболел не только Вячеслав Евтений, но и его замы. Им тоже потребовалась срочная госпитализация. Но в больнице их не оказалось, только фамилии в журнале поступивших. В то время, как Александр Волошин должен был лечиться в травматологии, его задержали в Луцке. За хулиганство. Вот как он вел себя с полицейскими. Теперь все трое по решению аттестационных комиссий должны быть уволены. Так же, как начальники некоторых районных отделов полиции, где особенно активно работают добытчики янтаря. Этих людей также связывают с начальником УБЭП. Дубровоця, Заричный и Рокитный. Эти люди, которые допустили аж такому разгулу на Житомирщине, появляются на Ривненщине. Все, кто не прошел аттестацию, подали на апелляцию. Но на собеседование опять не явились. Говорят, опять заболели. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. В СМИ появилась информация, что отечественные импортеры все чаще сталкиваются с проблемами оформления грузов на одесской таможне. В ведомстве сегодня рассказали, трудности возникают у тех, кто возит продукцию из Китая и Турции. И объяснили, когда товар из этих стран попадает в Украину, практически невозможно отследить его реальную стоимость, а значит назначить адекватные таможенные платежи. В итоге одесские фискальщики сами определяют цену. На жаль, в всем мире Китай является рискованной Украиной, которая никогда не даёт звезда про свою ценовую политику. Мога идёт о том, что платеж, который мог бы высказать миллион гривен в бюджет, остается на уровне 200 тысяч. Мы следим за этой темой уже в ближайших выпусках расскажем более подробно, что делают предприниматели, чтобы избежать лишних проблем. Мультики против Интера. Никому не известны ранее. Канал Малятка ТВ продолжает попытки захватить телеканал. Столичные судьи сегодня слушают их апелляцию на постановление окружного админсуда. Он ранее уже отказывал им в этом желании. Настойчивость Малятка в телекомпании Интер расценивают как попытку рейдерского захвата, которую чужими руками осуществляют нардеп Княжицкий и его давний кум и партнёр Сивкович. Какую партию разыграли? Посмотрите сюжет о сегодняшнем судебном заседании. Очередное заседание Киевского апелляционного админсуда. Рассматривают жалобу Малятка ТВ на решение о продлении лицензии Интеру. Почти три часа директор Малятка с пристрастием допрашивал представителя нацсовета, мол, почему продлили Интеру лицензию. В який способ ці документи, більшість цих документів, з'явилися в матеріалі справи? В матеріалах справи. Які самі документи? Заяви. Заяви Интера про продовження ліцензії. Ми пішли вам на зустріч. Але була категорична ухвала судді Аблу. Ні, вам ухвалою, судді Аблу було відмовлено задоволені клопотання. Але це ніяк не обмежує мене право надавати будь-які документи, які є доказом по справі. Вітає, судді Аблу не відмовила. Суд ще продовжується. І це не перша попутка Малятка ТБ лишити Інтеру лицензії. Ще в прошлом року руководство цього телеканала заявило, претендує на чистоты Інтера. Тоді ж подали іск о лишенні Інтера лицензії. Але окружній адмінсуд Києва повністю відмовляючи іскових треба. А до цього лишить лицензії телеканал пытався і владелец металлобази в Івано-Франковскі. Для цього навіть в уставі компанії, яка займається продажей металлолома, записали производство кінопродукції. Владелец її подав аж 11 ісків в Нацсовет. Мол, Інтеру незаконно продалили лицензію. Але сам на суд так і не явився. Активисты і експерта називають це очередною попыткою рейдерського захвату головного канала країни. Це замовлення, що відбувається сьогодні в суді. І те, що відбувається сьогодні тут, це замовлення Княжицького Сівковича Яценюка. Княжицький вже себе зарекомендував як рейдер, коли захоплював телеканал. Сьогодні ця людина зі своєю командою намагається таким самим, або ще найбільш зухвалючим способом захопити телеканал Інтер. Повинна бути в Україні свобода слова. Очевидно, що сьогоднішній вердікт суда буде знову ж в пользу телеканалу Інтер. Оксана Григорьева, Леонід Аборин. Подробності в телеканал Інтер. Ну, ми продовжаємо следити за ходом цих слушань, можливо, навіть не последніх. І остається только предполагати, які ще телекомпании после Малятка можуть придумати Княжицький з компанії, щоб забрати лицензію у нашого телеканалу. В Харкові почався суд над так называемими харьковськими партизанами. Ця террористическая група весь прошлый год запугивала город многочисленными диверсиями і взрывами. Признають ли обвиняемі свою вину, знає Лидія Калинина. Цих харьковчан обвиняють в организации семи терактов. По версії следствия, именно вони обстреливали военкоматы, волонтерський офіс осенью 2014-го, взрывали на железній дорогі цистерны з топливом і пытались заминировать мост. І хоча обошлось без жертв, потерпевший є. Адвокат Олег Головков, один із них, це його офіс буквально уничтожили прямым выстрелом із огнемєта. Уверен, отомстили за то, що собирал помощь для воїнів АТО. В той період ми активно займалися волонтерською, збором і доставкою, їздили по передовій і так далі. Ні нет ніяких оснований говорить о тому, що є якісь якісь інші дополнительні мотиви. Обвинительний акт прокурор зачитывает почти два часа. Кроме організацій терактів, мужчин обвиняють в храніне оружія. У них з'явили целий арсенал в селі Чепелі, 40 км від Харькова. На досудебному следстві свою вину подозреваємі признали полностью. Але зараз двоє з троїх від своїх слух відказуються. Чи знаєте у вас вибору? Нет. Полністю частково? Частично. Чому ви знаєте свій правді? В 263-й статті. Придбання, підберігання збору? Да. Щодо терористичного? Нет, не признаю. І тільки третій, Дмитрий Волошко, показання не менєє. Чи знаєте у вас вибору? Да, ви знаєте. Частково полу? Полу. Адвокат Волошко объясняє, підзащитний решил йти по другому пути, нежели сообщники. У них разный объєм обвинений. У Волошко тільки один епізод, в якому він участвував, то я считаю, що такий весьма спорний. Чистосердечне признання, розкаєння і активне спосібствування следствів, досягнення ісцяний по справу, це є спричайшим виновним обстоятельством. Об'яснювати, чому відмовляться від своїх прежних показів, обвиняємо і не стали. Ніяких коментарів ми не будемо. Уже хвати. На нас вже написали статтю з клівиткою. Причислили непонятним файперським партизанам. Це їхнє право, якщо ви знаєте, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України. Покази визнання своєї вини не є доказом у суті. Тобто досудове розслідування має довести усі ті факти, які будуть названі підозрюваними чи обвинуваченими. Уже на следующем засіданні суд начнёт допрашивать обвиняемих. Тогда інтригують адвокати і відкріються істинні причини, почему те більше не признають свою причастність к терактам. Лидія Калиніна, Александр Яновський. Подробності телеканал «Интер» Харков. Мониторинговая миссія ООН по правам человека в Україні обеспокоена возможным лишением социальных выплат вынужденным переселенцам из-за начатой правительством проверки таких пособий. Об этом заявила глава миссії Фіона Фрейзер і попросила української власти сделать все возможное, щоб переселенці не пострадали. Також она посоветовала правительству разработати эффективну программу компенсации для тех, хто потерял своё имущество в результате конфликта на Донбассі. Ситуация на Мариупольском направлении до сих пор остаётся крайне напряжённой. Только с сегодняшнего утра боевики более пяти раз обстреливали позиции наших военных. Основные бои ведуться сейчас на направлении Марьенко-Красногоровка-Гнутова-Толоковка. Но неожиданно враг активизировался и в другом месте. Подробнее наш военкор. Станислав Кухарчук. 30-мм пушка этой боевой машины пехоты всегда направлена в сторону боевиков. Почти месяц техника не стреляла. Но накануне ночью бойцам больше часа пришлось отбиваться от боевиков. Дали корректировку. Моя задача отработать. И всё. От этого опорного пункта до позиции боевиков ровно 3 километра так называемой серой зоны. Под прикрытием двух БМП их группа подошла к нашим окопам на расстоянии автоматного выстрела. И только тогда противника смогли заметить с наблюдательного поста. В том, что это были профессионалы, у украинских военных нет сомнений. Как только в эфире была доповедь, что мы их выявили, у нас сразу открылся вагон. То есть вся диверсийная группа прикривалась вагнами БМП и стрелецкой оружием. Также их отход прикривался вагнами их техники и стрелецкой оружием. Вражеских диверсантов бойцы отсекали из пулеметов, автоматов, орудий БМП и даже гранатометов. Ребята жалуются, бой был бы гораздо эффективнее, если бы работала наша артиллерия. Но ее еще осенью отвели от линии фронта. За последние несколько дней на данном участке тоже вторая попытка боевиков прорваться через украинские позиции. Мы знаем точно, что по Докучаевску, на нашем направлении, там пехоты много. Недавно была информация из другой позиции, что три КАМАЗа пехоты привезли. Они проводят развод, постоянно развод операций, значит они до чего-то масштабнее готовятся, это 100%. Днем на этих позициях тихо. Основные бои продолжаются в Марьинке и Красногоровке. Но бойцы не исключают, что сегодня ночью враг снова попытается прорваться через их позиции. И наши ребята к этому готовы. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Новый теракт в пригороде Стамбула. Две вооруженные женщины напали на автобус с правоохранителями. Пока одна из них обстреливала автобус из автоматического оружия, другая бросила в него ручную гранату. Никто из полицейских не пострадал, а обе женщины убиты. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная революционная народная партия освобождения. Она в Турции причислена к террористическим организациям. В Конгрессе США призывают президента страны Барака Обаму инициировать в ООН создание международного трибунала по военным преступлениям в Сирии. Как говорится в резолюции, которую единогласно приняли в Комитете Палаты представителей по международным делам, ответственность за это несут правительственные войска Башара Асада, а также его союзники, в том числе Россия и Иран. Так, Москву в этом документе обвиняют в нарушении международного права. В другой резолюции, которую приняли члены Комитета, говорится, что действия террористов ИГИЛ против христиан и других этнических и религиозных меньшинств являются военными преступлениями и преступлениями против человечности. Конгресс поручил госсекретарю Джону Керри до 17 марта принять решение относительно признания действий исламского государства против религиозных меньшинств геноцидом. Энергетический коллапс Сирии. На несколько часов вся страна оказалась без света. Причины случившегося пока не установлены. Перебои в подаче электричества в стране нередки, но раньше это случалось только в отдельных провинциях или в городах. Тогда сирийская власть в этом винила повстанцев. Мол, это они атакуют электросети. Завтра ситуацию в Сирии и соблюдение режима прекращения огня по телефону обсудят лидеры Франции, Германии и Российской Федерации. Не приезжайте в Европу. С таким отчаянным призывом к беженцам сегодня обратился президент Европейского совета. Дональд Туск посетил Грецию, где на границе собрались несколько тысяч нелегалов, а также Анкару, откуда мигранты массово отправляются в Европу. Чего добивается Евросоюз и готов ли действовать решительно, продолжит эту тему наш британский САПКОР Светлана Чернецкая. Этот кризис рассорил Европу. Но похоже, развязка уже близко. Евросоюз собирается взять под контроль массовую миграцию. И главная надежда сейчас на Турцию. Именно с ее берегов контрабандисты отправляют перегруженные надувные лодки с нелегалами, обещая европейский рай. Президент ЕС Дональд Туск сейчас в Анкаре думает, как бы прекратить морское паломничество мигрантов из Турции в Грецию. Подвижки в этом направлении уже есть. Первую партию из 308 человек, граждан Марокко, Алжира и Туниса, уже отправили обратно в Турцию. Анкара готова принимать депортированных назад, правда, не безвозмездно. Ей выделят 3 миллиарда евро и дадут безвизовый режим с ЕС. Туск заверяет, Европа официально останавливает транзит через Грецию и восстанавливает правила Шенгена. Я хочу обратиться ко всем потенциальным незаконным экономическим мигрантам. Откуда бы вы ни были, не приезжайте в Европу, не верьте контрабандистам. Не стоит рисковать своей жизнью и деньгами, это все зря. Ни Греция, ни любая другая страна больше не будут транзитными. В самой Греции ситуация критическая. Страна уже трещит по швам. Около 20 тысяч мигрантов застряли на границе с Македонией. Та пропускает по сотне-две в день, остальные, а их прибывают тысячи, остаются ночевать под открытым небом. Протестуя против таких условий, нелегалы перекрыли сегодня железную дорогу. Бастуют и беженцы во Франции, на границе с Британией. В Кале некоторые даже зашили себе рты. Так реагирует на снос лагеря. Так называемые джунгли разбирают уже три дня, людей переселяют в грузовые контейнеры. Здесь тысячи желающих попасть в Британию. И пока их удается сдерживать. Но так будет не всегда, говорят, в Париже. Если Лондон решит на референдуме выйти из Евросоюза, этим людям не будут препятствовать. И они таки попадут на Британские острова. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Зачем Новой Зеландии новый флаг? И почему сын Мадонны просит помощи в суде? Об этом и не только. Смотрите в нашем обзоре. Новой Зеландии выбирает новый флаг. В стране стартовал референдум. Граждане должны определиться между двумя вариантами. Старым флагом, в углу которого британский юнионджек, и новым с черным краем и серебряной веткой папоротника. Этот дизайн тоже утверждали на референдуме. Голосует по Польше. И 24 марта станет известно, смеют ли государственный символ колониального прошлого на новый. Встречайте его королевское высочество Оскар Карл Олаф, герцог Сконе. В Швеции родился новый принц, третий в очереди на престол. Крон принцессы Виктория стала мамой второго ребенка от незнатного мужа, тренера по фитнесу Даниэля. У пары есть старшая дочь Эстель. А сейчас в Швеции правит дедушка малышей, король Карл XVI Густав. А вот Мадонна и Горичи из-за общего ребенка судятся и ведут себя совершенно не по-взрослому. Певица через адвокатов потребовала арестовать бывшего мужа, поскольку тот не привозит сына Рока в Нью-Йорк. Мальчик изъявил желание жить с отцом в Лондоне. Судья постановила, что родители должны решить этот вопрос самостоятельно. А сам 15-летний Рока тоже нанял адвоката и попросил оградить себя от противостояния мамы с папой. Встреча после 10 лет расставания. Бездомная женщина снова обняла подруг, с которыми ходила в детский сад. Луизу Мур они увидели по телевизору в программе о бомжах. Считалось, что та давно умерла. Оказалось, живет на улице. Даме помогли преобразиться, и теперь у нее есть шанс начать новую жизнь. Серийный насильник-любитель соцсети предстал перед судом Великобритании. 50-летний Джейсон Лоренц изнасиловал пятерых женщин и напал на двоих. Всех нашел через интернет. Представлялся как примерный отец в разводе, который ищет свою половинку. А затем грубо использовал дам. При этом успел жениться на женщине, с которой тоже познакомился онлайн. Популярный сайт знакомств при этом не обращал внимания на жалобы жертв. Дерзкое ограбление в США. Группа преступников обчистила оружейный магазин в Техасе. Дверь выломали с помощью грузовика, к которому прицепили трос. Затем ворвались в помещение и забрали более 50 оружий, которые стояли в витринах. Грабителей в масках найти не удалось. Несмотря на то, что все их действия фиксировали камеры наблюдения. Полиция надеется на помощь свидетелей, поэтому и опубликовала видео. И грустная новость. В Москве на 78-м году жизни скончалась актриса Наталья Крачковская. В прошлое воскресенье из-за боли в сердце, в крайне тяжелом состоянии ее госпитализировали. Но спасти жизнь актрисе врачам так и не удалось. В фильмографии Крачковской более 90 картин. В основном она играла второстепенные роли. Но они были настолько яркие и характерные, что запомнились миллионам и миллионам зрителей. Самые известные ленты с участием Натальи Крачковской. Иван Васильевич меняет профессию, 12 стульев, Покровские ворота и Человек с бульвара Капуцина. Это были подробности этого четверга. Спасибо, что смотрели. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова